всем привет дорогие друзья Richmond Cars на связи сегодня мы с вами собрались да ну вы уже наверно догадались да чтоб снять очередной тест-драйв на этот чудесный автомобиль Chang'an Uniquei 2024 года выпуска но это не просто обзор да это будет начало целого видеоблога посвященного Uniquei да почему потому что мы вчера стали обладателями этого автомобиля купили в абсолютно новом официального дилера в российской операции в городе Санкт-Петербург и будем постепенно так сказать описывать вам делиться своим опытом по эксплуатации автомобиля Chang'an Uniquei так что присаживайтесь дорогие друзья наливайте напитки сегодня будет интересно и увлекательно хорошего просмотра и отличного настроения а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Цвет, обратите внимание, белый перламутр, на наш взгляд, хоть серый является фирменным цветом Unique, но на наш взгляд, самый-самый красивый цвет, который ему сегодня, это белый перламутр. Вот, посмотрите на эти красивейшие колеса, да, колеса R21 с завода, да, и молодцы, компания Chang'an, да, марка Continental, видите, размеры колес 265 ширина, 45 высота и R21, представляете, какие огромные капки. Выглядит очень красиво, да. Опций, повторюсь, также очень много. Круговой обзор, камер по периметру автомобиля, одна спереди, одна сзади и две по бокам, 4 камеры. А, сзади две камеры. Ручки знаменитые, посмотрите, да, выезжающие. Открываем салон. По зеркалам, кстати говоря, система контроля степых зон. По салону давайте пройдемся. Эмби-лайт подсветка, можно выбирать цвет, да, 4 электроскоподъемника, федеральный замок, кожаный салон, электроприводы передних сидений, вентиляция передних сидений, память водительского сидения на два положения, кожаный руль, мультируль, круиз-контроль, электроприводы, руководитель зеркал, электропривод багажника, датчик света, датчик дождя. Три чудесных монитора, которые можете посмотреть, да. Вот, более подробно еще про них расскажем, когда переместимся в салон автомобиля. Панорамная крыша огромных размеров, тоже в салоне ее более подробно покажем. У Unique тоже в своем классе, да, в самом сегменте, одно из самых больших преимуществ, помимо дерзкого, красивого, стильного дизайна, посмотрите, задний ряд какой просторный, да, посмотрите, сколько места для ног детское кресло туда, с легкостью поместилось. Можно и два кресла, и три детского кресла. Посмотрите, я, да, рост, напоминаю, 189 сантиметров, сел сам за собой, да, и посмотрите, сколько места, да, вот, покрупнее. Вот, то есть три взрослых человека сюда с легкостью сзади поместятся, да, то есть и между двух детских кресел один взрослый человек сюда поместится, да, то есть автомобиль очень просторный, как в ширину, так и в высоту, да. Вот. Обратите внимание на дорожный просвет, на Клиринс, да, он довольно высокий, да, что позволит вам, в принципе, с легкостью съезжать куда-то в лес, в озеро. Просто посмотрите на этот дизайн. Ну, понятное дело, дорогие друзья, все мы понимаем, да, отсылка к какому автомобилю, примерно, да, к какому производителю здесь на задних парах, да, потому что машина очень напоминает Porsche Macan и Porsche Cayenne, да, Porsche Taycan, тоже там, Panamero, да, вот эти фары. Вот. Что еще? Четырехствольный выход красивейший, да, посмотрите. И трубы, причем настоящие, да, то есть, да, огромные вот эти насадки, да, но, смотрите, раз труба, два труба, три труба, четыре труба. Камеры, обратите внимание, одна камера здесь, одна камера здесь, то есть, вы можете себе представить, что с завода у вас уже пять видеокамер, пять. Или даже, ну, пять. И, кстати говоря, видеорегистратор, по-моему, да, встроен из завода, да, то есть, покупаете машину, да, и вам не нужно там дополнительно там мучиться, да, что-то на нее еще доустанавливать, да, вот, то есть, покупаете, и у вас кругового обзора этот видеорегистратор. Идем дальше. Uniquei AVD, да, All-Wheel Drive. All-Wheel Drive, то есть, полный привод, более подробно по технике еще расскажем. Посмотрите, антикрыло, такого красивого дизайна, багажник. У Uniquei, да, предлагаю его в обзоре сравнивать с конкурентом, тоже китайским, Exit RX, да, то есть, примерно в одну цену, но Exit RX, на самом деле, чуть подороже, да. А здесь какие сразу преимущества, помимо дерзкого дизайна, это большое пространство, да, как в салоне, так и багажное отделение. Посмотрите, All-Wheel Drive, багажник, я уже упоминал, да, запаска, не помню, докатка, запаска, докатка. Надо посмотреть, возможно, и полноразмерно. Сейчас просто тут много вещей, да, ладно, потом посмотрим, что еще сказать, давайте багажник закроем. Посмотрите, да, сзади такой дорожный просвет. И много мелочей тоже, которые хочется описать, посмотрите, какой диффузор понизу, да, посмотрите, это претивотуманный фонарь, да, по всей видимости. А поворотники, не помню, здесь или здесь, ладно, попозже еще увидим. Антикрыло очень красивое, да, вот это. Давайте еще раз продемонстрируем задний ряд. Ну, вот, посмотрите. Хочется отметить качество сборки, да, то, что еще так, ну, недавно, да, все смеялись над китайскими автомобилями, ха-ха-ха, там, это китайцы двухтысячные, которые розовеют, да. Что мы имеем сейчас в 2024 году? Посмотрите, качество сборки, да, все подогнано просто, пилигранно, да, все, зазоры, да. Идем дальше, посмотрите. Первый слой резиночек, да, смотрите, смотрите на дверь. Второй слой резиночек и третий слой резиночек, да. Все как на то, что мы любили и любим на немецких автомобилях. Посмотрите, когда закрываешь двери, да, то есть встречаются три уровня резиночек, да. Все это улучшает шумоизоляцию, да, также влагоизоляцию, да, соответственно, и тепло. Зимой, дорогие друзья, лучше все это удерживать. Так, идем дальше. Давайте еще раз покажем передний ряд, да, электроприводы передних сидений. Кстати говоря, передний, правда, пассажир тоже с электронным подпором. Архитектура сидений, посмотрите, да, какая ковшообразная. Вот, количество материалов очень приятное. Подголовники, посмотрите, изящно. Посмотрите, да, колонки Sony динамики встроены прямо в подголовник водительского сидения. Центральный тоннель, посмотрите, как стильно сделан, да. Вот, по дисплее, мы сейчас еще когда переместим в салон, более подробно с вами обсудим. Компания Chang'an, кстати говоря, более 160 лет. Производство автомобилей, они занимаются более 60 лет, да, то есть, на самом деле, это огромный автоконцерн, да. Более 20 заводов по всему миру разбросан, да, есть совместные предприятия Sport и Mazda. Вот. Давайте подкаким капот и поговорим про техническую начинку данного автомобиля. Итак, под капотом у нас, давайте начнем с мотора. Мотор 2 литра, турбо, 226 лошадиных сил. Ну, сразу хочется отметить, посмотрите, да, 2 бачка антифриза расширительных, да, то есть, здесь стоит отдельный, да, бачок и отдельный радиатор на охлаждение турбины. Отличное, да, решение инженерное. Грубо говоря, тюнинг уже установлен на заводе, да, молодцы. Коробка передач идет Tyson, да, тойотовская, японская коробка, восьмиступенчатый автомат, надежный, да. Подкапотное пространство, посмотрите, большое, вместительное. В принципе, удобный доступ ко всем агрегатам. И хочется еще отметить, что помимо мощности в 226 лошадиных сил, также и крутящего момента здесь 380 литр на метро, что весьма, так сказать, немало, да. Автомобиль очень экономичный в этой связке, да. Распорт топлива, там, порядка 7-10 литров. И все это, да, мотор 2 литра турбо, коробка, восьмиступенчатый автомат, еще и плюс полный привод. Муфта BorgWarner, да, ну вот, полный привод, очень хороший, соответственно, что зимой, да, и на скользком покрытии, конечно, несомненно, помогает. Ну что, предлагаю переместиться в салон автомобиля. Субтитры сделал DimaTorzok И так, дорогие друзья, мы переместились в салон нашего Chang'an Uniquei. И сразу же хочется обратить внимание, да, на обилие, так сказать, дисплеев. Раз дисплей, два дисплей, три дисплей. Просто посмотрите, какая красота, видите. Круговой обзор, посмотрите, да. Есть разные режимы, да. Вот камера, смотрите, сзади. Камера, вот это другая камера. А, смотрите, это нижняя камера сзади. Это верхняя камера сзади. Так, 3D-образие изображения. Ну-ка, при включении задней передачи что-то меняется. Ну ладно. Смотрите, еще интересная опция, да. Это камера, смотрите, как сказать, цифровая, да. Цифровое зеркало заднего вида, видите. То есть, вот это зеркало, это дублирует цифровое, да. Кнопки, смотрите, видеорегистраторы встроены на 360 градусов, да. Здесь кнопка сохранения нужной записи. Ну, мы говорили уже, кожаный салон, да. Эмби-лайт подсветка, посмотрите, какая красивая. Цвет можно выбирать. Здесь тоже много информации по автомобилю, видите. Текущий расход 0,9 литра в час. Датчики давления шин, посмотрите, да. По каждому колесу мы видим, в каком колесе какое давление. Электрообогрев также полностью лобового стекла. Что еще? Разные режимы вождения у нас тут. Эко, норм и спорт. Вот, электронный ручной тормоз, система автохолд. Давайте посмотрим подлокотники, посмотрите, да, большой бардачок. Два больших подстаканника. Здесь у нас, посмотрите, беспроводная зарядка. Видите, вот лежит телефон, да, и заряжается. Вот, вот так мягко здесь, видите, закрывается этот отсек. Аварийка под рукой, кстати, большой плюс, потому что в XDRX, мы сейчас снимем обзор, она там на потолке, вот сюда надо тыкать. Здесь, в принципе, под рукой очень удобно, да. Вот, и рука так сама прям ложится, да, на ручной селектор переключения передач. В целом, эргономика салона очень приятная. Места над головой много, несмотря на панорамную крышу. Посмотрите, сколько панорамная крыша объема, да, забирает. Сантиметров где-то 6-7, наверное. И несмотря даже на это, посмотрите, да, места над головой достаточно, да, ширину автомобиля очень просторный. Ну что, пора начинать движение. Так, ставим режим драйв и начинаем движение. Так, электронный ручной тормоз сам снимается. Ставим режим спорт. Так, а, в мобильной обкатке возвращаем в режим норм. Ну, спорт это не означает, что мы прям планируем гонять. Шумоизоляция очень хорошего уровня. Двойные стекла, как спереди, так и сзади. Сзади анонимные, да? Ну ладно. 95 стоит. Да, в Чанган КС-95+, под соплемение к ЮНИКЕ, да, в нем двойные и сзади. Смотрите, да, как красиво. Едем, да, видим, смотрите, круговой обзор, можно повращать. Очень круто. Динамик очень приятный, повторюсь, 226 лошадиных сил, 380 ньютон-метров, полный привод, муфта порк-варнер, восьмиступенчатый автомат, айсинг, да. Очень хорошее сочетание. Подвеска тоже такая, как и внешность, да, с намеком на спорт, да, то есть спортивные нотки, она такая упругая, вот, в то же время энергоемкая. И напоминаю, да, что на автомобиле, да, 21-е колеса, да, R21 ведет себя очень, так как и комфортно. Дисплеи очень крутые, да, то есть много информации, все удобно. Повторюсь, обладателями данного автомобиля мы стали вчера, да, так сказать, делимся, что называется, первыми впечатлениями, это тоже очень ценно, вот, и с ростом опыта владения, так сказать, будем с вами делиться информацией по эксплуатации. Первое, нам сказали приехать на 5000 километров, к деньгам оно стоит примерно 15 тысяч рублей, сказали они. Вот. Делать замеры, дорогие друзья, сейчас не будем, да, потому что на автомобиле пробег все большое, на автомобиле сейчас пробег буквально там несколько сотен километров, да. То есть мы его не будем сейчас там бить в отсечку, да, там высокие обороты и так далее. Ну и вообще мы сторонники аккуратной езды и бережливости по отношению к автомобилям. Соборовый RX, да. Соборовый RX, СТА, да, можно похулиганить, но это аккуратно. Вот у нас даже в автоклубе есть, да, Subaru Legacy, да, то есть то, что спортивная машина, да, мы и на ней аккуратнее переездим. Я пока отключусь, если что, тормоза хочется отметить, да, очень такие чуткие, тормозит автомобиль уверенно. Если закрыть глаза или закрыть эмблемки, да, у меня вообще ощущение, что едем на какой-то немецкой машине, такой, то есть тут не только внешность, да, но и сами повадки, да, такие как с намеками на ПМВ, на Ауди, на Порше. Давайте еще один кружочек проедем. Многие критикуют скоса руля, да, но это все лишь теории, да, по картинкам, да, на практике же очень удобно, в общем, вот. Держивый ход такой, в некоторых автомобилях Peugeot, 3008, да, еще кто-то там. Потерял отделки салона, очень приятные. Да. То есть не зря Чанган, компания более 60 лет выпускала и выпускает автомобили. Чувствуется, опыт. Так что автомобили данные однозначно рекомендуем к применению к приобретению. Кстати говоря, в чем наш автоклуб может оказать вам помощь и поддержку, да, соответственно. Можем найти автомобиль в нужном вам цвете, да, то есть и подобрать официального дилера, да, побороться за наилучшие условия для вас, да. Вот на приобретение этого автомобиля мы тоже затратили сколько примерно 2-3 дня мы затратили, да. Да, цену мы не будем говорить, но условия, да, чтобы понимали, лучшие во всем Санкт-Петербурге согласовали. Не будем, да, раскрывать конкретные цифры, да. конкретные цифры, вот так что купили машину официального дилера по цене примерно как у пригонщиков, да, пригоняющих по параллельному импорту, да, здесь машина дилерская на полной официальной гарантии, которая вставляет 5 лет, соответственно, вот, так что обращайтесь, да, всегда на связи, всегда рады помочь, вступайте в наш оптеклуб, вот. Ну что, про Велитес Драйв, настало пора подводить итоги, дорогие друзья. Ну что, дорогие друзья, рассказали вам про комплектацию автомобиля, про технические характеристики, про Велитес Драйв, настало время подводить итоги. Чанган Юникей однозначно является отличным автомобилем в своем сегменте, да, новые сейчас такие продаются в официальном дилерах в России примерно за 4-4,5 миллиона рублей, там уже зависит от конкретных условий, да, сделки, там, кредит, за наличные, да, там, от щедрости конкретного дилера, да, вот. В этом ценовом сегменте автомобиль однозначно, да, конкурентоспособный, да, потому что, допустим, мы не любим немцев, да, немецкий автомобиль, вот, какое BMW вы сможете купить за 4 миллиона рублей, BMW пятерка, там, года 2000, там, не знаю, 18-го, там, 19-го, да, или что, BMW какой-нибудь, X3, там, тоже какого-нибудь года, 17-го, да, Porsche, Macan, Porsche Cayenne, новый будет, хорошей комплектации, стоит, например, не знаю, 12-15 миллионов рублей, да, тут за 4 миллиона, да, получается, такой, ну, набор опций, да, что просто, ну, просто теряетесь, вообще, то есть, вовсе столько, что их не перечислить, не упомнить, да, соответственно, вот, мы этот автомобиль купили только вчера, да, сейчас сами, так сказать, изучаем, да, привыкаем, да, вот, постепенно будем узнавать новую информацию, делиться ее с вами, да, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчик, да, соответственно, чтобы не пропускать наши новости, делитесь этим видео с друзьями, коллегами, близкими, родственниками, да, и прочими, вот, автомобиль однозначно интересный, вот, к приобретению его однозначно рекомендуем, да, у нас в нашем автоклубе, помимо Чангана и Еникеи, также есть XC-RX, тоже абсолютно новый, тоже супер максимальной комплектации, которые стоят примерно столько же, да, планируем тоже снимать совместные ролики, сравнительные, да, но если в общем и целом, вот по моим личным, субъективным, да, таким, так сказать, с ощущением, да, RX, он более такой, знаете, как сказать, чуть более люксовый такой, да, по материалам салона, да, по внешности, чуть более такой, так сказать, люксовый, представительный, да, Чанган Еникеи, он более такой хулиганский, знаете, то есть более спортивный такой внешний вид, более острые грани, да, соответственно, больше здесь объем салона и багажника, да, вот, здесь каждому свое, да, то есть оба автомобиля хороши, у каждого свои сильные стороны и преимущества, так что все будем это сравнивать, обо всем будем вам рассказывать, подписывайтесь, вот, дальше будет еще интереснее, стараемся для вас, так что всем отличного дня и хорошего настроения, да, в связи, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok